Друзья, вы поставили огромное количество лайков тому видео, в котором я покупаю фотоаппараты в КД. Поэтому я, как и обещал, делаю обзор на него. Смотрите, что было 10 минут назад. Хочешь, я тебе расскажу, как этот фотоаппарат работает? Да, интересно. Тут видно, конечно. Ух ты! А как она так фокусировка идет? Передний предмет, задний фон размытый. И тебе интересно, да? Такая портретка интересная получается. Прикольно вообще, такое ощущение, что она объемная. Интересно, да? Посмотри, глянь. Видишь, как четко видно? Да не как мекнуло. Поэтому, друзья, ставьте как можно больше лайков и этому видео. И в следующий раз мы покажем вам еще более интересный обзор. Кстати, его тоже зовут Андрей. Теперь у нас два, Андрея. Крутой, папа! Ну что, мотор, поехали! Так, друзья, есть вот такая камера FKD. Что я вам хочу рассказать? Я вам хочу рассказать, как она работает. Может, я когда-то сам проржусь этого видео. Я на нее никогда не снимал. Но когда-то я работал фотографом и понимаю, как это все делается. Поэтому, думаю, мне будет несложно разобраться с этим. Я их продаю регулярно. Регулярно покупаю, регулярно продаю я такие камеры. Но никогда я даже сам не разбирался, как она работает. И сейчас вместе с вами я разберусь, как же здесь, что, куда становится и работать. Значит, есть вот такая пластина. Здесь вставляется негатив. С этой стороны. И вот с этой стороны. Камера. Сама она деревянная. Имеет гармошку. Здесь у нее объектив. Светосилой 4,5. И фокусным расстоянием 210 мм. Объектив портретный. Резкость здесь на нем. Кольца резкости на нем нет. То есть здесь регулируется только диафрагма. Делается определенное освещение. Фотоаппарат студийный. Он должен ставиться на штатив. К сожалению, в данный момент треноги нет. Поэтому показывать я буду вот отсюда с подоконника. Здесь имеется матовое стекло. Сейчас я покажу, для чего оно. Когда снимается крышка у аппарата, здесь на стекле все видно. То есть выставляется резкость по расстоянию. Вот, видите, да? Я чуть дальше отодвинул. Вернее, чуть ближе придвинул к штативу. Дальше от себя навелась резкость. Вот здесь тоже крутится, раздвигается гармошка. И вот, когда резкость наведена, наведена, после этого закрывается крышка обязательно. Здесь ничего не видно. Вот так оно открывается. Раз. И мы смотрим вовнутрь аппарата. Вот я открыл крышку, да? Мы видим объектив. У него здесь диафрагма. Закрывается и открывается. Все. Потом мы вставляем, когда подняли стекло, сюда вставляем вот таким образом кассету. Вот сюда вставляется кассета. Назад выставили фотоаппарат. После того, как наведена резкость на стекло, вот так, резкость есть. Резкость наведена, камера уже не двигается. Перед камерой садится человек, человек, который будет фотографироваться, да? Там, возможно, на документы или просто какая-то портретная съемка. Открывается рамка, вставляется кассета, выдвигается, то есть закрыта крышкой обязательно должно быть. Вставилась кассета после того, как крышка закрыта, выдвигается вот эта шторка. то есть там уже через объектив идет свет непосредственно на негатив. И после этого выставляется нужная диафрагма и выдержка делается вручную. То есть путем открытия и закрытия крышки по определенному времени. В зависимости от диафрагмы вручную отрабатывается выдержка. Потом закрывается кассета, вынается, переворачивается на обратную сторону и тут же вставляется, если надо сделать еще дубль фотографии. Опять выдвигается защитная крышка, которая защищает негатив от попадания света и делается второй дубль. Снимаю. Все. Таким образом закрывается кассета, вынается, это все идет в проявку, ну, а печать фотографии это уже дальнейшая история. еще покажу вот здесь есть помимо этого все есть вот такая черная накидка для того, чтобы было видно как лучше навести на резкость. Фотограф вот так набрасывал это все. Мы видим вот отражение штатива и наводим придвигаем отодвигаем наводим на резкость. Все, друзья. Если вам понравилось видео ставим лайки, не понравилось ставим дизлайки, пишем комментарии почему не понравилось или почему понравилось. Если вы узнали для себя что-то новое тоже напишите обязательно об этом. если вам интересны какие-то другие обзоры фотоаппаратов, часов или всего прочего что связано с антиквариатом и предметами коллекционирования пишите об этом в комментариях. Так, потом она собирается вот в такую компактную форму и выглядит вот так. объектив откручивается в специальный хутляр закрывается крышкой закручивается сюда ложится объектив и накидка вот здесь закрывается сюда ложатся кассеты вот сюда ложится сама камера состояние конечно идеальное камерой не работали сюда ложится камера и все это дело закрывается вот в такую переносную сумочку здесь здесь даже есть ключик родной вот и все друзья а если вы хотите продать какой-то фотоаппарат такой или какой-то другой пишите об этом в комментариях под видео под видео есть ссылка на группу антиквар украина в которую вы можете разместить свои фотоаппараты и благополучно их там продать только делайте качественные фотографии до новых встреч друзья всем пока пока